Всем привет! Вы на канале ТопАрмия. В России начались испытания первого опытного модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160М. Об этом сообщает госкорпорация Ростех. Подчеркивается, что они проводятся совместными экипажами Минобороны Российской Федерации и разработчика ПАО Туполев. Напомню, самолет Ту-160М был создан в рамках масштабной программы модернизации строевых авиационных комплексов дальней авиации. Ту-160М оснащен современным вооружением, комплексом радиоэлектронной борьбы, а также бортовым радиоэлектронным оборудованием, подчеркивают в госкорпорации Ростех. Отмечу, что программа воспроизводства Ту-160 в модернизированном облике Ту-160М была развернута по решению Владимира Путина. Первый самолет, изготовленный по программе воспроизводства Ту-160М, передали налетно-испытательную станцию в декабре прошлого года. Обновленные ракетоносцы по своим характеристикам превосходят предшественников, получив новое бортовое радиоэлектронное оборудование и двигатели НК-3202 и другие системы. Прокомментировал этот факт глава Ростеха Сергей Чемизов. По его словам, в ближайшие годы производство этих машин будет наращиваться. Ту-160 является самым крупным и мощным в истории военной авиации сверхзвуковым самолетом с изменяемой геометрией крыла. Я хотел бы услышать ваше мнение на эту тему. Что вы думаете о этом новом этапе в развитии российской военной техники? Какие перспективы, на ваш взгляд, открываются с появлением модернизированного Ту-160М? Каким образом такие события могут повлиять на геополитическую обстановку? Я очень жду ваших комментариев и своего мнения, поэтому не стесняйтесь делиться своими мыслями ниже в комментариях под видео. А также не забывайте следить за нашим каналом, чтобы быть в курсе последних новостей и обновлений. Спасибо за вашу активность и внимание. Я с вами прощаюсь, всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok